здравствуйте друзья доброе утро пасмурно пасмурно в кремниевой долине калифорнии но солнечно на душе у наших зрителей которые через неделю ровно через неделю сегодня среда если в среду 3 октября начнется прием заявок значит солнечно на душе у наших зрителей от мысли о том что еще неделя и они смогут наконец зафигачить свою заявку туда куда положено я делал стрим вчера и тем это было в общем то немножко другая но очень много было вопросов очень много было вопросов вокруг страны от которой мы участвуем вы участвуете в лотерея green card там возникает некоторая путаница и давайте мы с этой путаницы немножко поработаем сегодня и что вы путаницы не было тем более что инструкции уже опубликованы и там написано довольно четко и мы знаем что в этом году эти правила будут вот такими скажем еще пару дней назад мы думали может быть изменилось что-то кстати кое-что изменилось но это я отдельно скажу это так в примечаниях и вот давайте поговорим значит первое мы должны сказать что в контексте в контексте лотерея green card есть четыре разные страны в жизни человека минимум четыре может быть больше первая страна это где ты физически родился вот я лично родился в москве столице нашей родины ну вот той ссср вторая страна эта страна гражданство которой у тебя сейчас есть вот например человек может быть родился в москве а сегодня у него гражданство узбекистана или наоборот родился в узбекистане а гражданство российской федерации например значит это вторая страна которая есть в нашей жизни третья страна это страна где мы конкретно живем может случиться так что человек имеет гражданство российской федерации родился он в узбекистане а проживает последние там 5 лет новой зеландии но хочет соединенные штаты может так быть то есть вот я уже показал 3 где родился и может быть не очень пригодился где проживает и чьё гражданство имеет гражданство можно иметь от разных стран кстати я хочу сказать я знаю людей с тремя гражданствами больше трех не знаю а с тремя знаю так что тут может быть больше и четвертая страна эта страна от которой вы играете в green card лотерею вы можете сказать но подождите ну разве это не страна где ты родился для большинства из нас да но не для всех потому что вы можете играть например по стране в которой родилась ваша супруга если вы считаете что в вашей стране допустим шансов меньше или бывает что вы родились в стране которая не является участником лотереи вот допустим вы родились великобритании а от великобритании вы играть не можете зато жена вас родилась беларуси вы можете играть от беларусь например поэтому есть вот четыре страны вот эта страна от которой вы играете это так называемая еще есть есть такое понятие черт черт джебил эти сейчас я подумаю может это вообще пятая категория country of черт джебил эти эта страна по квоте которой вы пойдете по квоте которой вы пойдете то есть фактически это и есть та страна да да страна от которой вы играете да потому что вы играете от нее значит вы пойдете по ее квоте в квотах произошло некоторое изменение о котором я сейчас скажу и наш канал непосредственно участвовал в том что правила вот этого года изменились впервые друзья в правилах этого года четко прописано что сахалин играет от российской федерации южный сахалин потому что раньше прямого указания не было а не прямое указание было на то что сахалин и вот эти четыре острова числятся за японии в смысле строком 3 черт джебил эти то есть играешь по квоте японской сейчас они четко прописали что четыре острова таки будут считаться по японии а южный сахалин будет считаться по российской федерации и мы участвовали непосредственно в этом как наш канал это наш канал друзья наши таскать действия привели к тому что им пришлось изменить правила и вот эта история с молодыми людьми которые выиграли от южно-сахалинска потом им отказали потом они ко мне ночью постучались я им дал адвоката который отбил их кейс они завтра приезжают завтра четверг завтра они приезжают соединенные штаты сегодня я буду записывать интервью с адвокатом его зовут борис либин который с ними работал и он расскажет о том что там интересная история вот я я все жду но значит мы так скрести в пальчики мы договорились что публиковать это будем уже в четверг когда ребята приземляться в нью-йорке окей не до не до того так вот поскольку было оказано воздействие со стороны адвоката я я так это понимаю они не хотели выдавать им визу ну как бы действительно по закону получается что надо и они выдали эти визы ну пошли правила поменяли и вот впервые за все эти дела с 95 года впервые друзья была green card лотерея разыгрывалась девяносто пятом году точнее там раньше начинали принимать но это было 9 2095 тысяча девятьсот девяносто пять а сейчас две тысячи да то есть вот 2020 эти сколько лет прошло там 25 лет и вот впервые через 25 лет они поменяли это правило вот в силу того что мы как бы так сказать с помощью адвоката вынудили их следовать собственным правилам поэтому пришлось правило поменять вот собственно такие дела поэтому еще раз давайте мы повторим и и не будем путаться и не будем задавать вопросы но если я родился а если я там только родился а живу в другой стране там еще чуть вообще никакого значения не имеет вот все что вы сказали и или собираетесь сказать есть четыре страны вот сосредоточьтесь как только вы говорите а у меня особая ситуация в этот момент вы подставили себя под то чтобы у вас были проблемы вот проще уже не бывает из четыре страны в одной ты родился в другой ты может быть имеешь гражданство в третьей ты может быть проживаешь и от четвертой ты может быть играешь в лотерею это четыре разных понятия и лотерею вы играете либо от страны где вы родились либо от стране от страны где родилась ваша супруга гражданство не имеет никакого отношения к вопросу страна где вы проживаете не имеет ни какого отношения к вопросу забудьте о гражданстве забудьте о стране проживания Осталась только страна, где родились вы, и где родилась ваша супруга, если у вас таковая имеется. Вот на этом месте я бы подвел такую черту и дальше сказал примечание. Примечания состоят в том, что бывает, что вы, например, родились в стране, которая не участвует, исключена из списка. Но могут быть обстоятельства, в которых вы все равно можете участвовать от какой-то еще страны. Что это за обстоятельства? Вы родились в стране, в которой ваши родители в это время не проживали, а находились временно в силу каких-то обстоятельств. Допустим, вы родились в Германии в семье советского военнослужащего, который там в это время проходил службу. Вот я мог оказаться в такой ситуации. Мой папа военнослужащий, но он не служил в Германии, когда я родился, но мог бы вполне. В принципе. Ну, значит, поэтому, или там, я не знаю, в Австрии мог бы, или в Польше мог бы, мало ли где мог бы. Ну, вот, допустим, в Германии. И получается такая история, что я, конечно, родился вот там, может быть, вот в этой стране, но та страна исключена. Та страна исключена, и я думаю, ну, хорошо, но мои родители же там были временно. Но тогда я могу играть от страны одного из родителей. Допустим, у меня мать родилась в Украине, а отец родился в Узбекистане. Например. Значит, я могу посмотреть, если играть от Узбекистана или от Украины. Но это должно быть документально подтверждено, что родители там были временно. Это как бы тоже отдельный вопрос. Но такая возможность тоже есть. Это касается очень небольшого количества людей. А для всех, для нас, оставшихся, да, значит, мы возвращаемся. Я последний раз повторяю, потому что, я почему повторяю много раз, потому что спрашивают много раз одно и то же, независимо от количества повторов. Я уже думаю, может быть, мы количеством повторов как-то повлияем. Значит, еще раз, вы играете от страны рождения своей, либо от страны рождения супруга, если таковой имеется или таковая. И никакого отношения, вот существенно, никакого отношения ваше гражданство и ваша страна проживания на данный момент не имеют к тому, от какой страны вы играете в лотерею. Вот, наверное, и все. Ну и, конечно, друзья, если вы родились на одном из четырех вот тех самых островков Курильской гряды, так вы будете играть от Японии, что неплохо с точки зрения вероятности выигрыша. Счастливо!